В прямом эфире РБК Алфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости на сегодня. За 10 месяцев этого года жители Башкортостана оформили почти 73 тысячи ипотечных кредитов. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводят в Национальном банке республики. В то же время сумма ипотечных займов граждан в текущем году выросла еще больше в 1,6 раза до без малого 72,5 миллиардов рублей. В Нацбанке резкий рост ипотечного кредитования в регионе объясняют смягчением требований банков к заемщикам, а также ростом доступности таких займов. Ипотечный портфель банков с начала года увеличился почти на четверть до 174 миллиардов рублей. При этом доля кредитов, которые обслуживаются несвоевременно, устойчиво снижается. С начала года она сократилась с 0,9% до 0,7%. Рекордные 850 миллионов рублей выделили на капремонт учреждений здравоохранения Башкортостана в 2018 году. Для сравнения, за предыдущие три года эта цифра суммарно ниже – порядка 820 миллионов. Данные озвучил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики. По словам Рафаэля Епарова, капремонт проводится в 80 учреждениях. Большую часть работ завершат до 20 декабря. При этом ожидается неосвоение почти 50 миллионов рублей. В основном из-за нарушения условий контрактов отметил руководитель Минздрава. Как системная ошибка возникает, когда прорабатывается техническое здание на аукцион по какому-то определенному виду. То есть, например, по городу Салават. Вначале была подана заявка на проведение общестроительных работ, деньги были выделены, а потом следом заявка уже на проведение электромонтажных работ, замена электропроводки. Понятно, что ситуация в данном случае, как ее разрешить. То есть, аукцион сначала сыгран, потом второй аукцион, надо что-то один из аукционов отменять. Комплексного ремонта опять-таки же не получается. Временно исполняющий обязанности главы Башкортостана поручил разобраться в вопросе и отметил, в 2019 сумма на капремонт медучреждений будет не менее нынешних 850 миллионов. Кроме того, участники традиционного здравчаса обсудили возможность выдачи фельдшерами фапов, больничных листов и рецептов для льготных категорий граждан. Я просил проработать вопрос о том, чтобы там, где у нас действительно критическая ситуация, фельдшера могли выдавать рецепты, выписывать или выдавать, соответственно, лески нетрудоспособности. Где-то эта схема работает. А я хочу понять, почему эта схема не работает вокруг уфимской агломерации, чтобы жители уфимского района из-за пустяка не ездили в Уфу. По словам главы Минздрава, права выписывать рецепты льготникам у фельдшерско-акушерских пунктов действительно нет. Не урегулирована ситуация и с больничными. Разрешение на их выдачу оформляет главное медучреждение или Минздрав. В ряде районов вопрос решен, в других пациентам приходится ехать в райцентр. Радий Хабиров поручил в течение недели унифицировать механизм выдачи больничных листов для сельских жителей. Федеральное управление автодорог при Урале и правительство республики разработают дорожную карту по расширению трассы Уфа-Аренбург и до 21 декабря направят его в Росавтодор. Об этом сообщил журналистом начальник управления автодорог Рамиль Синжапов. По его словам, расширить автодорогу до двух полос для движения в каждом направлении планируют в обход Стерлитамака до населенного пункта Зерган в Мелиузовском районе. Всего же предстоит реконструировать более 50 километров дорожного полотна с обустройством инфраструктуры. В рамках специальных ремонтов тоже можно довести до парады второй, но по две полосы в каждую сторону. Интенсивность позволяет, там очень много точек роста. Одномоментно, говорю сразу, что мы не сможем приступить к развернуть фронт работ на всех этих почти 60 километрах, но поэтапно посмотрим, опять же, какие коммуникации, их там по предварительной информации больше 55, которые пересекают участок дороги. Будем поэтапно, поточно приводить его в порядок. Вопрос расширения дороги в обход Стерлитамака ранее обсуждался и на встрече временно исполняющего обязанности главы региона Радия Хабирова с руководителем Федерального дорожного агентства. Также обсуждалась передача в федеральную собственность трассы Уфа-Аэропорт. Рамиль Синжапов сообщил, что это может произойти в конце будущего года. А вот со следующего года башкирские пчелы будут зимовать в Узбекистане. Предварительная договоренность об этом достигнута на официальном приеме в Уфе делегации Ферганской области. По словам министра сельского хозяйства Башкортостана, сегодня в нашей республике хорошо развито традиционное пчеловодство в планах развивать и промышленное. Кроме того, отметил Ильшат Фазрахманов, наш регион идеально подходит как точка входа продукции из Ферганской области Узбекистана, чтобы товар сначала поступал к нам, а уже отсюда разъезжался по другим регионам России. Например, тема сухофрукты. Сегодня уже товаропоток поставлен, но мы хотим перевести на более высокий уровень. Здесь у нас обсуждается размещение оптово в распространенных центрах на территории нашей республики. Это будет, скорее всего, 2019-2020 год. Для этого необходимо подготовить инфраструктуру, а товаропоток сегодня уже существует. Стороны планируют укреплять сотрудничество и в других сферах. По словам Хакима Ферганской области, Шухрата Ганеева, в планах создать межрегиональный центр по развитию туризма, а также открыть филиалы нескольких вузов. Потенциал есть также и в промышленной сфере. Сейчас объем товаропорота составляет в пределах 55-60 миллионов долларов США. Но были времена, когда этот товаропот был достиг до 300 миллионов долларов США. Поэтому нам предстоит задача, очень большая задача, возобновить этот товаропот и перешагнуть несколько раз. В рамках визита делегации Узбекистана посетила торгово-промышленную палату и ряд предприятий республики. В 2019 году планируется ответный визит делегации органов власти и деловых кругов Бошкортостана в дружественную страну. Далее смотрите программу «Взгляд». Обсуждаем в студии, как вернуть студентов-выпускников в районы республики. Не пропустите!